Умный человек всегда должен уступить. Он не может ссориться, иначе расстница не остается. А у нас привычки уже. Если она что-то говорит, мы что-то говорим. Если он что-то говорит, она что-то говорит. Ну, в последнее время женщине 5 раз больше разговора, чем мужчине. Такое тоже есть. Я буду рассказывать о природе мужчине и женщине, и вы все равно потихонечку поймете меня. Внимание, обратите. Получается. Получается такая картина. Мы, у нас, конечно, у нас хороший менталитет. Честно скажу вам. Я ездил во многие страны мира. Вы представляете, я выступал в 68 странах мира. Это очень много. Около миллиона человек. Я изучал в 800, в 800, в 800, в 806 менталитет, которые существуют в мире. 354 в мире религии, которые появились в исправлении человечества до сегодняшнего дня. И очень много в мире. Люди живут разными обидчиками, разными менталитетами. Но, честно скажу вам, один из самых лучших жизней, один из самых лучших менталитет по смененным отношениям, она существует у нас. Терпение, которое наши женщины имеют, поверьте мне, в мире не найдете. Но это я говорю не для того, чтобы вы воскорбились женщины. Сегодня пошли мужу и сказали, теперь все, хватит. Я больше не буду слышать. Я это сказал не для этого, а для того, чтобы благодарить вас. Благодарить за тот труд, который вы выкладываете для нашего народа. Это действительно так. Вы воспитываете детей, вы терпели, это действительно терпение, которое наши женщины имеют, ни у кого нет. Но вы должны кое-чему-то научиться, ребята. Кое-чему-то очень важное. Это что? Как вы думаете, счастье в семье от кого зависит? От мужчины или от женщины? Давайте голосуем. Демократия. Кто читает, что от мужчины? Все-таки от мужчины зависит. Поднимите руки, ребята. Если не так думаете, поднимите. Интересно. Нет, держите, если вы руку поднимаете, держите. Я смотрю, всего четырех человек. Держите же руку. От мужчины держите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек от мужчины читают. Десять человек. Хорошо. Вся остальная женщина? Поднимаем руки. Кто читает, что от женщины? Счастье в семье зависит от женщины. Поднимаем руки. Поднимаем, поднимаем. Я стоп, не понял. Бачок, точки не понимают. Я русамотов не понимают. А почему не туда, не сюда, не туда? Стоп, стоп. А, седьмой? А, седьмой? А, и что эти третий вариант? А, понятно. От детей. Хорошо. Поним? От женщины? От женщины зависит. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Шесть, семь. Хорошо. От обоих сторон зависит. А я от мужа и от жены. Она обоих сторон зависит. Хорошо. Поним? Интересно. А есть нейтральный тоже вообще? Который от соседей зависит? А, детей? Спасибо. Так, да? Согласны? Так и не бывает. Действительно, так и не бывает. Внимание обратно. Родимые. На самом деле, на самом деле, счастье в семье зависит действительно с собой строю, но оно больше зависит от женщины. Есть ли среди вас разведенные люди, которые развелись? Пожалуйста, так произошло, развелись. Но бывает в жизни. Чего вы стесняетесь? Держите руку, я кое-что скажу. Не обижайтесь, это нормально. Держим руку. Солнце моё, держите ее, чтобы я сомневался. Можете стомать? Я пора вопрос дам. Пожалуйста. Или неудобно? Если неудобно, тогда так, сдам вопрос, ответьте мне. Чья инициатива была развод у Солнца? Можете мне сказать? Ты принял решение о разводе или муж? Ты принял решение. Поддержите руку, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Чьей была инициатива? Честно только, правдами. А? Он принял решение о разводе. Хорошо? У вас? Чья инициатива была? Можете неудобно. А, тут же вы. Киа, а, Володки, все. Все, мамбабас, берешь, что вы же. Можете неудобно. Солнце, чья инициатива была? Ваши, королева, рядом, вот красавица, чья инициатива? Оба решили, что давай по-дружному остаемся. Понял? Хорошо. Абрамова у вас как? Шмок, шмок. И чья инициатива была? А? Ребенка. Хорошо, понял. Хорошо, романтика была. Ах, кэби сада на дьестон чбеки фану, а свешай на южную. Смотрите, внимание обратите. Вот мои научные исследования. Я провел очень много опросов. 99% семью разрушает женщин. Я вам серьезно говорю. 99% семью разрушает женщин. Они доводят мужчину даже. Если мужчина говорит, что я хочу восхода, это кто-то доведет их до этого. Они доводят их до этого. Понимаете? Я провел много-много работы по этому поводу. Я не говорю из воздуха. Здесь нет моего мнения. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Я здесь не разговариваю о своем мнении. Я вам говорю факты, научные факты. Мое мнение тоже может быть ошибочным. Правильно? Поэтому я здесь не говорю о своем мнении. Я говорю о фактах. 99% семью разрушает женщин. Если она сама не говорит открыто, что давай разводимся, она доведет мужчину до того, что он сказал. Чтобы он в конце концов сдавался, в конце концов смирился с этим. Конечно, бывает еще один процент разной причины. Или вот так бывает, что родили дочерей и так далее. Но интересно, я хочу вам кое-что сказать. Это самая большая слабость наших мужчин. Самая большая слабость наших мужчин заключается в том, чтобы вину найти в женщине. Это самая большая слабость. Вы знаете, вы можете все делать, кроме детей. Вы можете руками делать дом, построить, купить машину, делать, что хотите делать. Но если Аллах не дал, вы ничем не можете с этим поделать. У меня 11 лет не были детей. И я говорю то, что я понимаю. Вы понимаете, о чем я говорю? Я вам рассказываю все то, что сам собственный пережил. 11 лет у меня не было детей. Я переживал? Да. Я страдал? Да. Когда увидел мои одноклассники, они ходили с детьми. Каждый раз это ранило моё сердце. Понимаете? Однажды в базаре у меня встретил в Куджанде один мой одноклассник со своим старшим братом. И его старший брат, оказывается, меня не видел 10 лет. И когда мы поздоровились, и я уже был потихонечку, потихонечку, что чуть-чуть, чуть-чуть, и моё имя начало располагаться. И я был уже потихонечку, люди начали узнавать меня. И поздоровился он со мной. Знаете, какой вопрос он мне задал? И он мне сказал. Он говорил, фарзантосозан? И это мне так ранило моё сердце. И я посмотрел на него, и я сказал, у меня не кивти. И тогда он сказал, ещё хуже вам. Он сказал, дрови, кто тебе не спросит, как твои деньги, скажи, как твои дети. И я пришёл тот вечер, сильно задумался. Это было 10 лет спустя, когда-когда жилился. Это было очень больно. Я сидел, думал, что делать? Единственная возможность, вы должны обращаться к нему. В Коране написано, внимание, прибегайте на помощь к молитве и терпению. Что сказано в Коране, это правда. За предели его это всё неправда. Самое большое выдастывание Аллаха к человечеству, это Коран. Самые добрые дни, которые для нас... Самое большое, можно сказать, любовь Аллаха к человеку, это намаз. Это что означает? Это означает, что надо прочитать внимательно и понимать. Перебегайте на помощь к молитве и терпению. Там не сказано, идите к ясновидущим. Не сказано, идите к каким-то там женщинам, которые там что-то придумают, что-то делают. Не сказано такое, значит, не работает. Я что хочу сказать. Уважаемые братья, уважаемые мужчины, мы должны понимать. Уважаемые женщины, вы тоже должны понимать. Два-три вещи. Первая вещь какая? Детей Господь сам даёт. Нельзя обвинять другого человека только потому, что либо поздно, либо рано Аллах давал вам детей. Это от низкого интеллекта происходит. Это происходит от низкого уровня понимания. Потому, что мы думаем, что как будто за тебя у меня так. Вы знаете, люди, которые в жизни чего-то не добьются, они всегда обвиняют всех. Они всегда недовольны своей судьбой. Например, они говорят, если бы у меня был бы шанс, если бы у меня были бы деньги, если бы у меня были бы охошки или охошки где-то наверху, чтобы дал бы мне шанс. Если бы они заболели бы, если бы у меня был бы свой бизнес, если бы дура бы не жена понимала бы, если бы у меня дети не были бы такими наглыми, бессовестными, если бы меня родители поддерживали бы в своё время, если бы вообще у нас соседи были бы нормальными, если бы у нас страна была бы покоя, если бы я не попал бы в долгу, если бы хоть кто-нибудь понял бы меня. Но, если похожие вопросы у вас появляются в голове, если похожие вопросы появятся в вашей жизни, обвинять соседку, обвинять тёшу, обвинять свекрову, обвинять мужу, обвинять жену, обвинять детей. И я вам скажу, просто вы больной человек. Ведь всего лишнего... Почему? Потому, что легче всего сказать, что кто-то другой должен меняться, но не я. Всегда легко сказать, что другие не хотят, чтобы я был кем-то. Другие не хотят, чтобы я был успешным. Всегда легко сказать. То же самое в семье, когда мы думаем, вау, его братья, его сёстры, его родные не хотят, чтобы я хорошо жил. Это глупо. Поэтому у нас, дорогие мои мужчины, братья, земляки, что я хочу сказать? Никогда, никогда, никогда не обвиняйте женщину, только потому, что она поздно родила или рано родила, или она родила кого-либо. Вы должны позаботиться о том и попросить только Всевышнего. Уважаемые женщины, вы никогда не должны обвинять мужчин, только потому, что он не идеальный мужчина. Возможно, у него миллион минусов. У всех мужчин есть миллион минусов. Нельзя его обвинять за это. Все великие мужчины, кто сделали великими? Женщины сделали. А все великие женщины, все великие мужчины, кто из спорта? Тоже женщины из спорта. Это означает, это означает, что поскольку детей воспитываете вы, поскольку детей воспитываете вы, мужчина часто бывает за дверьом, он с утра до вечера на работе, он думает, что я, он старается, чтобы обеспечить семью. Он старается об этом думать. Много работают, но дети растут с вами. Что вы вкладываете в их сознание, они об этом и мечтают. И я бы хотел вам сказать, 29% своей несчастья зависит от вас. Но счастье имеет особенность. Иди сюда ко мне сейчас. Вон, сюда ко мне поднимайся. Вы тоже поднимайся. И два подруги. Идите двоех ко мне. Вот, внимание обратите. Внимание. Вот это очень важно понимать. Как вы думаете, от чего зависит счастье в семье? Пойдем сюда, видите. Вы оба красивые, как раз семичные. Все красивые. Как вы думаете, от чего зависит счастье в семье? От желания быть счастливым? Или от чего? Желания? Они оба хотят быть счастливыми. Но возможно, у кого-то одного из них будет больше счастья, а у второго не будет. Возможно, будет так в жизни. Самые интересные. Счастье только дают все лишние. Я хочу, чтобы вы только поняли этого. Хамим бахта парварды горфаха худа шметят. Шумон шамхаргарда методи. Зангрифта методи. Некий хушбах шудана. Фахат парварды горметят. Я это говорю вам, как ученый, который много изучал. Но есть ключ к этому. Есть ключ к этому. Где находится этот ключ? Путь он служения. Фатах из мать Ягдегара Карамба. Аллах видит это. И помягчает сердца друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...